Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Фальшивок стало меньше, но это не повод расслабляться. За деньгами нужно следить, иногда в буквальном смысле. Как именно, расскажем далее. Новые технологии для борьбы с вирусом. Свежая партия современных дезинфекционных боксов поступила в Дагестан. Акция «Слава врачам» продолжается. В дагестанский оздоровительный центр «Журавли» для реабилитации приехали столичные врачи. Фальшивок становится меньше. Число поддельных купюр в Дагестане сократилось на 41% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Национального банка по республике Дагестан. Чаще всего подделывали пятитысячные банкноты. По словам экспертов, снижению тенденции подделывания денег поспособствовали регулярные проверки счетно-стартировальных машин, обучение кассиров в банках и магазинах. Чтобы проверить подлинность пятитысячной банкноты, необходимо обратить внимание на специальные водяные знаки и другие защитные элементы. Например, справа водяной знак – портрет генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского. А слева – рельефный номинал банкноты. Рядом с портретом есть еще один филигранный водяной знак – число 5000. Также внутри бумаги есть специальная защитная нить, на которую смотрят как с привычного угла зрения, так и при наклоне купюры. При этом на ней должно высвечиваться изображение числа 5000. И снова несанкционированная свалка. Специалисты Россельхознадзора выявили в Карудахенском районе вблизи села Агачеву незаконный мусорный полигон площадью 5000 квадратных метров. На месте обнаружены токсичные и опасные строительные и бытовые отходы. Такое бесхозяйственное отношение к земле, по словам экспертов, недопустимо, так как это ведет к снижению ее плодородия. В настоящее время по данному факту идет сбор материалов, на основании которых нарушители будут привлечены к административной ответственности. В Дагестан прибыла очередная партия оборудования для дезинфекции от Сулеймана Керимова. Товар получен в рамках гуманитарной миссии сенатора, направленной на профилактику инфекции и защиту от распространения коронавируса. Дезинфекционные рамки уже установлены и функционируют в местах большого скопления населения. Сам процесс дезинфекции проходит бесконтактно и занимает не более 2-3 секунд. А дезинфицирующая жидкость, используемая, она гипоаллергенна и не представляет никакой угрозы для здоровья граждан. Конструкция включает в себя датчик обнаружения человека. Когда он срабатывает, автоматически распыляется дезинфицирующее вещество. Кроме того, оборудование состоит из сигнальной лампы и ультразвуковой системы распыления, которая помогает продезинфицировать все тело с помощью специального раствора. Средство, которое используется в рамке, было разработано, испытано и признано безопасным для человека. От лица всех пассажиров, от коллектива вокзального комплекса «Дербент» и от себя лично хочется объявить благодарность и поблагодарить Кизри Магомевича вместе с Сулейманом Бусайдычем за оказанную помощь. Это огромная помощь нам в качестве обслуживания пассажиров, в качестве дезинфекции. Спасибо вам большое. Процедура не занимает много времени. А дезинфекционная камера способна постоянно обслуживать большое количество людей. Три такие рамки уже прибыли в «Дербент». Они установлены у входа в здание железнодорожного вокзала и в фойе Лизгинского театра. Четыре камеры направлены в аэропорт Махачкалы и по одной в мэрию дагестанской столицы и в здании администрации главы и правительства. Только что прошел через новый установленный аппарат. Он очень удобен в том плане, что сразу проводят термометрию, фотографируют. И буквально за 7-8 секунд, проходя через устройство, где еще пар пускают и дезинфицируют, можно уже попасть на работу. Хочу сказать, что там ни вода не обрызгивается, там пар. Ушло на это всего секунд пять. Температуру померили. Кстати, многие наши работники переживали, что мы все будем мокрые. Нет абсолютно. Ни на что не влияет. Первый случай. В практике нейрохирургов в Дагестане врачи Республиканской клинической больницы впервые провели уникальную операцию по лечению сразу двух сложных патологий. Опухоли головного мозга и аневризмы сонной артерии. Одно из самых распространенных последствий разрыва сосудов головного мозга – это инсульт, который сопровождается кровоизлиянием в мозг. Из-за сложности диагноза такие операции проводятся раздельно. Но чтобы избежать последствий, нейрохирургами было принято решение одномоментно – выполнить сразу две операции. Все прошло успешно. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо. Ее жизни и здоровью уже ничего не угрожают. Коммунальные причуды или откуда берутся долги? Необоснованные начисления на 25 миллионов рублей выявила прокуратура. Такую внушительную сумму махачкалинцева обязали оплатить за тепло и воду. Долги на потребителей начислили сотрудники ОАО «Махачкала Теплоэнерго». Наличие несуществующих долгов выявила прокурорская проверка. 30 тысяч жильцов многоквартирных домов без приборов учета счетчиков оказались должниками по неволе. После проверки прокуратуры был произведен перерасчет переплаты на указанную сумму в качестве авансов в счет будущих платежей или погашения текущей задолженности. Прокуратура Дагестана также выявила случай незаконного содержания диких животных. Нарушение выявлено на территории рыбоводно-рекреационного комплекса «Янтарная», расположенного в городе Кизилюрте. У владельца ИП отсутствовала необходимая документация, выдаваемая Министерством природных ресурсов и экологии Дагестана. Не были представлены ветеринарно-сопроводительные справки, сертификаты соответствия на корма. Кроме того, не велся журнал уборки вольеров и повседневных наблюдений за животными. В отношении владельца возбуждены дела об административных правонарушениях. Фактическое их устранение находится на контроле межрайонной прокуратуры. Строительство самой большой мечети в России продолжается. Этапы строительства Духовно-просветительского центра имени пророка Исы, мир ему, обсудили на заседании попечительского совета. Председатель совета Махди Мутаилов выступил с приветственным словом, рассказал о целях и задачах совета. В ходе заседания вниманию собравшихся была представлена презентация, которая ознакомила совет с результатами работы в Духовном центре и планами на ближайшее время. Завершилась встреча чтением Дуа для плодотворной работы. Сотни медиков из разных регионов страны посменно отдыхают на территории оздоровительного комплекса «Журавли». Благотворительная акция проводится по инициативе руководителя данного научно-оздоровительного комплекса профессора МГО Магомеда Магомедова. Сейчас проходит реабилитацию четвертая группа медработников. Подробнее в сюжете моих коллег. В новую группу врачей, приехавших из Дагестана на реабилитацию, вошли медицинские работники из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Гостям комплекса помимо бесплатного питания и проживания предоставляется также весь комплекс оздоровительных процедур. Мы делаем множество процедур для них. Начиная от водных процедур, дыхательных упражнений, будем говорить, потом ходба, потом они получают гидрокроцедуры, различные массажи. До конца летнего сезона санаторий будет еженедельно на безвозмездной основе принимать по 60 российских медиков. К началу сентября на берегу Каспийского моря должны отдохнуть более 500 человек. Понимаете, не все измеряется деньгами. Это все ерунда, это деньги. Надо просто начинать чего-то делать хорошее. Поверьте мне, так быстро и легко, хорошо это делается. Мы этим убедились очередной раз. Отдыхающие целую неделю проведут в санатории. В их распоряжении находится все необходимое для полноценной релаксации и оздоровления. Им будет оказана не только медицинская, но и психологическая поддержка. Они смотрят фильмы. И самое главное, они могут общаться друг с другом и поделиться, и познакомиться. Но врачи, они же все-таки хотят знакомиться и узнать, как у других дела идут, как другие борются с этим явлением. И таким образом они успокаиваются, они видят, что жизнь прекрасна и все идет хорошо. Идти вперед – это был наш девиз. Были и трудности, были и жертвы, но мы все преодолели. И если даже будет вторая волна эпидемии, пандемии, мы думаем, что хуже не будет, мы будем работать еще лучше. Дай Бог вам всем здоровья! Дагестанский боец Амари Ахмедов выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе. Бой пройдет в ближайшее воскресенье 9 августа утром. Соперником средневеса из Махачкалы станет опытный Крис Вайдман. Американец с 2013 по 2015 годы владел поясом чемпиона лиги, но из последних шести боев выиграл только один. Напротив, Ахмедов идет на серии из четырех побед подряд. Дагестанец не проигрывает с 2016 года. В случае успеха он войдет в топ-десятку лучших бойцов своего веса. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале, смотрите новости. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»